Дорогие любители казахстанского баскетбола, баскетбола в общем, рады приветствовать вас на очередном матче Национальной Единой Лиги, Национальной Лиги Республики Казахстан, простите, Единая Лига это у нас ВТБ, конечно же Национальная Лига Республики Казахстан И сегодня у нас играет наша команда, команда президентского баскетбольного клуба Астана против команды профессионального баскетбольного клуба Каспий Очень надеемся, что будет интересный матч, вот у нас на экранах главный тренер Ильяс Папа Теодору Команды Астана Очень будет интересно посмотреть на казахстанских игроков Очень интересно будет посмотреть на игроков нашего соперника, как они сегодня себя проявят Как вы, наверное, знаете, те, кто следят за выступлением нашей команды Астаны Пока все достаточно хорошо и оптимистично складывается у нас в Единой Лиге ВТБ Не так давно, 8 января, обыграли мы команду Нижний Новгород, которая приезжала сюда в Астану Сейчас мы уже имеем 6 побед Достаточно хороший результат Который внушает нам надежду на то, что в этом сезоне у нас должно получиться все И наша команда после прошлого неудачного сезона попадет в плей-офф Единой Лиги ВТБ В Национальной Лиге Республики Казахстан также все достаточно хорошо У нашей команды, что не скажешь о нашем сопернике Пока не было у них еще этой радости, радости и победы У нас пока не было горечи поражений Команда Каспий Молодая команда, собраны там только казахстанские игроки Играет команда без легионеров Направление развития такое, что вкладывают они очень много труда Труда уделяют внимание своей молодежи, стараются развить это очень хорошо Также можно сказать, что наша команда очень сильно заботится и надеется о прогрессе наших казахстанских игроков Так как мы понимаем, что скоро совсем выступать нашей сборной Хотел вам бы сказать, дорогие болельщики, что глобальные изменения грядут в соревнованиях сборных команд Совсем скоро сборные команды будут играть по разъездной системе Это уже в этом году После чемпионата Азии будет система уже разъездная То есть команда будет принимать на своей площадке сборную К примеру, сборная Казахстана будет принимать сборную Китая И сборная Китая, соответственно, будет принимать нашу команду уже у себя В своей стране сделано это Международная Федерация Баскетбола Для того, чтобы привлечь внимание болельщиков выступлением своих сборных И дать шанс такой команде, как наша страна, к примеру, показать свою хорошую игру На родной площадке На, к примеру, площадке велотрека СРРК При своих болельщиках Раньше такого не было, как вы знаете, что Казахстан никогда не проводил чемпионаты Азии Я думаю, что это будет очень интересное нововведение И, конечно же, очень важен прогресс казахстанских игроков Потому что все-таки главная команда страны, сборная, она очень важна И я думаю, все клубы отдают этому отчет А у нас начался матч И Иоанн Миллер проходит под самое кольцо и забивает Иоанн Миллер у нас играет под номером 44 Атакующий защитник из Америки Это один из двух легионеров, который сегодня будет Второй легионер как раз у нас под кольцом Это Родерик Одем Родерик играет под номером 0 Как я уже говорил, у команды Каспий нет легионеров Также, дорогие зрители, хотел бы вам сказать, что в любой момент вы в чате можете написать любой вопрос Мы постараемся вам ответить Также будем стараться выбирать самые интересные вопросы Отмечать их Так что, если у вас есть вопрос какой-то по игре, по национальной лиге Республики Казахстан Может быть, по единой лиге ВТБ, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите Будем стараться на вопросы отвечать Тем самым делать трансляцию более живой Более интересной для зрителей Игра немножко нервная в начале Ошибка была и со стороны нашей команды И со стороны наших гостей Иоанн Миллер сейчас играет на позиции разыгрывающего На позиции атакующего защитника выступает наш капитан Рустам Ергали На позиции легкого нападающего Вадим Щербак себя пробует Александр Жигулин забил сейчас Молодец Александр Появляется у него постепенно уверенность в своих силах Все больше мы его видим в матчах единой лиги ВТБ Он прогрессирует, это не может не радовать Все-таки у него очень хороший потенциал Все об этом знают И очень много людей надеются, что он раскроется А вот первый вопрос Михаил, ну меня зовут не Михаил, меня зовут Николай Михальчук, фамилия у меня Извините, что я не представился перед нашей трансляцией Как вы считаете, как скажется на развитии игроков Наличие только наших игроков Это, наверное, вопрос Я немножко его перефразирую Как скажется на развитии казахстанских игроков Лимиты национальной лиги Потому что в этом сезоне в национальной лиге Только два легионера могут играть И то, что у Каспия вообще нет легионеров Я считаю, что это очень хорошо Есть игровое время у казахстанских игроков Есть возможность показывать себя Наличие легионеров, я считаю, тоже это важная вещь Потому что легионеры зачастую обладают опытом Они очень качественные игроки И они могут придавать какой-то свой опыт Какую-то свою уверенность своим партнерам по команде Вот сейчас Каспий забил быстрые 4 очка Сергей Казанцев забил после двоечки Очень неплохо И Азим Ягодкин забил средний бросок до этого Продолжить свою мысль Я считаю, что чем больше игрок играет Тем больше у него шансов прогрессировать Я очень просто отвечу на ваш вопрос Соответственно, что если казахстанские игроки играют Будь то Саша Жигулин Роман Марчук, который играет в команде Каспий У них у всех есть шансы прогрессировать У них у всех есть шансы расти О, какой красивый момент К сожалению, не смог обработать этот мяч Роды рекордом Но там, когда он его в прыжке ловил После этого люпа Было нарушение правил Скорее всего, это Роман Марчук нарушил правила В любом случае Хотелось бы пожелать всем казахстанским игрокам Роста Прогресса Потому что От их игры От их уверенности В своих силах Зависит Будучая наша сборная А пока Последний чемпионат Оставил непонятное Знаете Непонятным был Реальное положение дел Потому что Сборная на азиатских играх Показала очень себя с хорошей стороны Причем не имея в составе Джерри Джонсон На азиатских играх Нашим парням Удалось занять четвертое место Причем практически В полуфинале обыграли Очень сильную Лидера Азиатского баскетбола Команду Ирана Потом в матче За третье место Совсем немного не хватило Чтобы обыграть Японцев В итоге стали четвертыми И потом После этого Следующий же год Не получилось Хорошо сыграть Крайне неудачно Наша команда Выступила в Китае И вот вопрос Он как открытый Относимся ли мы К лидерам К первой Шестерке К первой восьмерке Топовых команд Азии Либо все таки Нам нужно все начинать Сначала И надеяться На прогресс Молодых игроков Таких как Александр Жигулин Рустем Мурзагалиев Максим Марчук Вадим Щербак Азим Ягодкин Роман Марчук Все вот эти молодые парни Он сейчас очень классно Забили быстрые три очка Счет 9-4 В пользу Команды президентского Баскетбольного клуба Астана Вот опять Вадим Щербак Радует Радует что есть комментарий Но явный минус Это Кустанай В каждой трансляции Мы об этом говорим И в каждой трансляции Мы подчеркиваем эту проблему И что нужно задуматься о ней И нужно сделать все возможное Чтобы ее исправить Великолепный проход нашего капитана Рустам Ерголи Не постеснялся Пошел до самого конца И там только нарушением правил Его остановили В свою очередь Хотелось бы сказать Что Баскетбольный клуб Астана Сделает все возможное Чтобы для болельщиков Сделать те условия Когда они могли бы следить За своей командой Они могли бы знать Все последние новости Есть у нас сайт pbcastana.kz У нас есть Инстаграм-аккаунт Который постоянно обновляется Очень интересные видео У нас есть, конечно же Социальные медиа Так что, пожалуйста Следите за выступлением Наших команд Нам очень важен Ваш фидбэк Ваши отзывы Не стесняйтесь Говорите Что касается Болельщиков Каспия У них тоже есть Социальные сети У них есть свой веб-сайт Очень хорошая страница В инстаграме Работа ведется Есть очень много Баскетбольных энтузиастов Которые стараются И хотелось бы Чтобы как можно больше Появилось Баскетбольных болельщиков Людей, кто любит баскетбол Кто играет в баскетбол Тогда, конечно же В нашей стране Было бы намного легче Продвигать Наш любимый вид спорта И со временем Я думаю, что В национальной лиге Бы появилось Не 5-6 А все 10 команд Тогда уже Можно реально говорить О развитии баскетбольной Баскетбольном И реально говорить О успехах Успехах сборной Потому что Все-таки Тогда уже будет Очень большой выбор игроков Сейчас, к сожалению Очень мало игроков Ограниченный набор У сборной Есть игроки Которые уже Много лет играют Такие как Антон Пономарев Рустам Ерголи Капитан команды Который сейчас На линии штрафного броска Он очень долгое время Играет за сборную Очень много пользы Принес этой команды Команде Несмотря на все травмы Которые он получил Достаточно серьезная травма У него была Руки Но он молодец Сделал все возможное Чтобы вернуться Играет сейчас На очень хорошем уровне Антон Пономарев Все-таки эти ребята Очень много сил отдали Энергии Сборной Сейчас нужны новые Лица И есть конечно Есть явные проблемы В развитии Молодежного баскетбола Очень сложный полукруг Сейчас Сергей Казанцев Забивает Сокращая разрыв в счете И очень ждем Все мы Что появятся новые звезды Казанского баскетбола Вот Рустам Ерголи Очень уверенно Он реализует Три очка И прессинг Применяет наша команда Старается прессинговать Виталий Лапченко Виталий Лапченко Молодец Три очка забивает Рады за него Виталий Лапченко Долгое время провел В баскетбольном клубе Астана В президентском баскетбольном клубе Только в этом сезоне Он решился на такой шаг Как переход в другой клуб Пожелали Вадим Чербак бросает Три очка Точно Есть проблемы С защитой в Каспии Но в любом случае Пожелал клуб Удачи Виталию В новой команде Чтобы он там стал лидером Приносил пользу Те ребята Кто играли В нашем клубе Всегда остаются Нашей семьей Мы помним Следим за ними Поддерживаем Конечно же Так что и Виталий Вот рады Что сейчас он Находит свою игру Он игрок высокий Обладающий Хорошим броском И хотели бы Конечно же Пожелать ему Удачи Всего самого лучшего Чтобы он максимальную пользу Приносил для своей Новой команде И сам получал удовольствие От игры И конечно же Выступал без травм Я думаю Это очень важно Для любого баскетболиста Вернемся на баскетбольную площадку Азим Ягодкин Хороший проход Наверное Эта скидка была лишней Виталий Лапченко Будет заигрывать Азима Ягодкина Совсем мало времени осталось Азим не успел Выбросить этот мяч Он реализовал бросок Но это уже было нарушение Правила 14 секунд Также комментарии Вы оставляете Дорогие друзья Дорогие Наши зрители Что способствовало Развитию баскетбола Открытие баскетбольных академий Безусловно И хотел бы пригласить Всех Жителей И гостей столицы Завтра В 16.00 В спортивном зале Назарбаевского университета Будет официальное открытие Баскетбольной Академии ПБК Астана Мы очень гордимся Что удалось нам реализовать Этот проект Удалось открыть Академию Где наши молодые ребята Жители столицы Могут бесплатно Абсолютно бесплатно Обучаться баскетболу У Иностранного специалиста Также наших детских Наставников Детских специалистов Это очень хороший шаг Который мы сделали Мы рады Что у нас это получилось Конечно же Призываем все клубы Все спортивное руководство Разных городов Чтобы они задумались Открытие баскетбольной Академии Академии Это безусловно Большой толчок Но ждать Сиюминутного результата Конечно же не стоит Мы реально понимаем Что сейчас Открыв Академию Какой-то продукт Баскетбольный Наверное в течение Семи-восьми лет Мы только сможем получить Потому что Очень большой труд Нужно проделать Очень много Работы Молодым баскетболистам Нужно провести Чтобы стать профессионалами Смотрите Какой у нас Атакующий баскетбол Пошел Прям Забивают очки И те И другие команды Защиты особо не видно Счет у нас 20 22-12 На табло 22-14 Наверное Шкаспий забил мяч Конечно баскетбол Очень Последние вот эти минуты Атакующий Защиты особо не видно 24-14 Много было Хороших Трехочковых Мячей забито Вот Дмитрий Гаврилов Появился на площадке А Антон Пономарев Очень сильная сейчас Передняя линия Дмитрий Гаврилов А Антон Пономарев Это мастера Международного класса Вот как раз Та успешная компания Которая была у сборной В 2015 году В Корее Тогда четвертое место Удалось получить Вот как раз и Антон И Дмитрий Были главными Действующими лицами Антон боролся за мяч Штрафных броска Азим игрок Уровня национальной лиги Один из лучших Разыгрывающих Национальной лиги Несмотря на свой Невысокий рост Он очень Хороший снайпер Он Очень быстро бросает Легко создает для себя Возможность броска И также он очень хорошо Понимает баскетбол Чувствует передачу Вот против него Рустем Мурзагалиев Сейчас играет Они хорошие друзья Оба парня с Алматы Ян Миллер Пробует с трехочковой Линии Своё счастье Промахнулся Вот Антон Пономарёв Сейчас пошёл в проход Фол Только персональным Замечанием его остановили Вот всё-таки это Передняя линия И Антон И Дмитрий Сразу Давление идёт под кольцом Сразу много подборов Нападений Выводят мяч Наши гости И если говорить О Зиме Ягодкину Вот он сейчас бросает И забивает Три очка Он конечно Самый Главный Игрок Потому что он Разыгрывающий Он 70% Времени Мяч в Йорках Ну и он Обладает Конечно Атакующим Потенциалом Вот сейчас Максим Марчук Попробовал с трёхочковой Линии Своя силу Опять Антон Говорит О Зиме Он много Забивает этих бросков Достаточно сложных Трёхочковых Но Нужно нашим ребятам Конечно Обратить на него Внимание Не дать им Так легко Ему так легко Бросать Занимать эти позиции Для броска Наверное И уже много раз Мы в трансляциях Говорили Наверное В его случае Лучше направить Его в проход Пусть он идёт в проход Пусть Пробует забивать Чем ему дать место И Спокойно Чтобы он реализовывал Дальние броски Я думаю Что если он Будет один То он наверное Из 10 Так бросков В 7 точно забьёт Неудачное падение Было Рустам Мурзагалиева Там на ровном месте Надеемся Что всё нормально Вроде всё хорошо Ну Что сказать По первой Четверти Защиты особой нет Команды Очень много И очень Результативно Бросают С трёхочковой линии Астана набрала 29 очков За четверть Это очень хороший результат Но и пропустила Астана 19 Это в защите Плохой результат Каспий Лидеры Каспия В принципе Забивают свои очки Сложные Но Сергей Казанцев Где-то Виталий Лапченко Конечно же Азим Ягодкин Они Основная сила Которая Доставляет Неприятности Нашей команде В нашей команде Можно отметить всех Все вроде неплохо Смотрелись Не было Каких-то Провалов Наверное Только есть провал Это Не Желание Или где-то Может быть Отсутствие Концентрации Это при игре В защите По нападению Никаких проблем Нет Нападение 29 очков За четверть Это очень Хороший Достойный результат Спасибо за субтитры У нас Совсем немного осталось До начала Второй четверти Вторая четверть Началась Вопрос был Насчет Любительской лиги Астаны Что финал В любом случае Будем надеяться Что Следующий финал Любительской лиги Которая должна Состояться В феврале Уже Пройдет Также На этой Прекрасной Арене Велотрека СРРК И это будет Дополнительная Мотивация Для всех Команд Которые Участвуют А в любительской Лиге Больше 10 Команд Города Астаны Это говорит О том Что баскетбол В Астане Развивается Баскетбол Растет Есть люди Которым Интересно Это будет Дополнительная Мотивация Для всех Этих Команд Чтобы Хорошо Выступить Чтобы Пробиться Финал И Завивать Медали И получить Удовольствие От игры На этом Паркете Где играют Профессионалы Где играют Такие ребята Как Милош Теодосич Нанда Деколо И многие Другие Игроки Звезды Единой Лиги ВТБ Тем временем Здесь Персональное Замечание В центре Поля Ненужная Ненужная Агрессия Была Получил Рустем Мурзагалиев Азим Ягод Опять С мячом Конечно Он Будет Заказывать Комбинацию Конечно Он Будет Решать Смотрите Какой Сложнейший Мяч Забивает Он Нужно Нашей Команде Сделать Все Возможное Чтобы Его Нейтрализовать Потому Что Он Очень Хороший Баскетбол Показывает И Очень Хороший Атакующий Потенциал Наши Ребята Чуть Недопонимают Что Нужно Заботиться О Снайперах Соперника Не давать Им так Свободно Легко Счувствовать Сейчас Хороший Двойной Отбор Забрали У него Мяч Из рук Роман Марчук Роман Марчук Мажет Не получается Добить Этот мяч И опять Оставили Без присмотра И очень Повезло Что Азим Ягодкин В этот раз Промазал Антон Пономарев Не смог Он Забить Мяч Сверху Непонятно Там был Блокшот Либо он Сам Промазал Очень Открытый Баскетбол С обилием Атак С обилием Быстрых Отрывов Вот сейчас Четыре Быстрых Отрыва Было И еще В быстром Отрыве Три очка Я думаю Что все таки Командам Нужно Немножко Успокоиться Особенно Нашей команде И разыгрывать Сильные стороны Вот у нас Явное преимущество Под кольцом Имея Антона Пономарева И Дмитрия Гаврилова Ну Смысла нет Играть Run and gun Потому что Каждый раз В позиционном Нападении Просто заиграть Больших Под кольцом Антона Можно заиграть На средней дистанции Я думаю Никаких проблем Не будет Ян Миллер Начал обострять Игру Заработал на себе Фо Молодец Счет у нас 31-23 Сократился Сократился Разрыв Несколько Удачных Атак Получилось У нашего соперника Я думаю Нужно Немножко Какие-то Корректировки Внести в игру Нашим Ребятам Но мы продолжаем Вот тот путь Что бросать Трехочковые Хотя у нас Под кольцом Есть и Дмитрий Гаврилов И Антон Пономарев Дмитрий Гаврилов Я думаю Вообще никаких проблем Не будет иметь Под кольцом И Антон Пономарев Его игра В последней Матче Против Нижнего Новгорода Порадовала Всех Любителей нашей команды Он очень Выглядел Уверенно И особенно Он был Уверен В своем броске Со средней дистанции Молодец Сейчас Рустам Мурзагалиев Обострил Дали ему Два штрафных броска Пробить Неплохое Решение Но опять же Опять же Наши Ребята Слишком много Мне кажется Внимание Уделяют Трехочковым броскам Проходам Я думаю Что нет Сейчас нужного Баланса игры Под самым Кольцом Потому что Как все вы Дорогие болельщики Знаете Очень важно Заигрывать Всегда больших Игроков Потом защита Будет на них Стягиваться И нашим Малышам Любым игрокам Задней линии Будет намного Легче Искать свои броски Искать проходы Под кольцо Посмотрим Как тактикой Нашей команды Изменится Пока В нападении Есть Какая-то Спешка Которой Быть не должно И есть Понимание Того Что Не заиграны Наши сильные Стороны Это преимущество В росте Самсон Аракелян Отправил Добрые слова Спасибо Огромное Самсон Очень рады Что ты следишь Конечно Твой клуб Самсон Аракелян Является Директором Профессионального Баскетбольного клуба Каспий Следит Конечно За выступлением Переживает За своих ребят И безусловно Очень хорошая мысль Что нужно Для трансляции Приглашать Гостей Баскетбольных Каких-то Экспертов Мы это конечно же Учтем И будем делать Все возможное Чтобы для вас Дорогие зрители Сделать Трансляции Максимально Интересными Максимальными Развлекательными Чтобы вам было Интересно Слушать Тем более Есть игроки Нашей команды Которые Не участвуют В игре И так можно Прогласить их Состав нашей команды Это 16 человек А на заявку Попадают Только 12 Антон Пономарев Сейчас Реализует Трехочковый бросок Очень хорошая рука У Антона Здесь небольшая поправка Это был не трехочковый бросок Это было два очка Счет 35-23 В пользу Нашей команды Вадим Щербак Сейчас кажется Нарушает правила Да Вадим Щербак Получает Первое персональное Замечание В принципе Неплохая Там была Игра В защите Но судья Решил Что было нарушение Правил Конечно же С решениями Судьбы Судьи Нет смысла Спорить Прессинг Применяют Наши гости Решает Идти до самого Кольца Родери Кодом И смотрите Какой Невероятный Мяч Через Сергея Казанцева Сергей Казанцев Обладает Ростом 2 метра 14 сантиметров Я думаю Может быть Чуть меньше Простите меня Если я ошибся Родери Кодом Конечно Очень уверенно Пошел И так Нужно Идти на атаку Если ты хочешь Забить То иди до конца И забивая Этот мяч Сверху Другого Не дано И вот Перехват И опять Родери Кодом Идет на проход И здесь конечно Грубо Его Сбивают С ног Благо Родерик Здоровый Парень Я думаю Что никакого Повреждения Там нет Но И понятно Что по другому Наверное Его не остановить Он знаете Как Такой танк Здесь Если взять Его сравнить С защитниками Каспи Вот Сейчас Апеллирует Тренер Команды Каспи К судьям Все таки Там Принято решение Что это был Неспортивный фол Я считаю Что это Правильное Решение Потому что Не то Чтобы это Был грубый Фол Но это был Такой фол Который мог Реально Привести К травме Игрока Нужно Это наказывать Потому что Ну не должно Быть таких Моментов Потому что Понятно Уже Преимущество Одом Имеет И остановить Его таким Нарушением Травму Можно получить И не так давно Был матч Национальной Лиги Национальной Баскетбольной Ассоциации Когда Нью-Йорк Никс Принимал Пеликанс И там Энтони Дэвис Отличный матч Сыграл Но Омрачился Этот матч Травмой Когда он Пошел На все Скорости В проход И грубый Фолл На нем Сделали Он улетел В трибуны И получил Повреждения Конечно Такого быть В баскетболе Не должно Игроки Должны С уважением Относиться К друг 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 Чуть Оберегать Потому Что Знаете Самое Страшное Что в спорте Может случиться Конечно же Травмы Вот Антон В баскетболе Команды В баскетболе В баскетболе В баскетболе На сайте ПБК Астана В ютубе Можете найти Я думаю Тем Кто Любит Следить За казахским Баскетболом Очень полезно Будет Интересно Смотреть Эту трансляцию Специально Для вас Сегодня Комментирует Николай Михальчук Менеджер По международным Отношениям ПБК Астана Рад Сегодня Быть с вами Рад Сегодня Вам Рассказывать Про казахский Баскетбол Антон Пономарев Забивает Полукрюк Молодец Антон Долгое Время Больше 10 лет Выступает В составах Различных Сборных Казахстана Много раз Он становился Чемпионом Национальной Лиги Республики Казахстан К сожалению Чемпионом Азии У него Ой как хорошо Сейчас Родерик Рекордом В очередной раз Пошел на проход Вот видите Он не стесняется Идет до конца Пытается забить Сверху Большой ему плюс А я продолжу Свою мысль Про Антона Что К сожалению Чемпионом Азии Не удалось Ему стать Все-таки Когда Антон Выступал Антон и продолжает Выступать за сборную На азиатской арене Доминировали Доминировали Чемпионатов азии Поменял Наберет Четыре очка Четыре очка Еще играть Практически Три минуты Во второй четверти Это те показатели Которые показатели Которые показывают О болельщиках О том что Мало внимания Уделяется Казахстане Баскетболу Конечно Возможность Даже онлайн Трансляции Я думаю Что это большой шаг Вперед Что все болельщики Казахстанские Имеют возможность Следить за своими Друзьями За своими Для кого-то Они ролевые модели Это для молодых игроков Я думаю Что это очень Хороший шаг Вперед Это очень Хорошее дело Что появляется Возможность Единственное Я бы хотел Призвать Оставшиеся клубы Национальной лиги Это Каспий Из Актау И Барс Из Атарау Проводить трансляции С комментариями Потому что Я думаю Так будет интереснее Есть что рассказать Про казахстанских игроков Про легионеров Тех же кто играет И все таки С комментариями Смотреть трансляцию Намного Приятнее И веселее Вернемся На площадку Тем временем Разница 11 очков 45-34 В пользу Хозяев паркета Азим Ягодкин Сложнейший Трехочковый Пробуют реализовывать Рустам Рустам Ергали Устремился В быстрый отрыв И молодец Очень уверенно Конечно Рустам Ергали И играет В национальной лиге Он один из лидеров Возможно Лучший Защитник Этой лиги Хотелось бы Ему пожелать Чтобы эта Уверенность Передалась Ему И так он Уверенно Действовал В матчах Единой лиги ВТБ Все таки В матчах Единой лиги ВТБ Уровень другой И уверенность В своих силах И очень много Значит В тех матчах Там не так много Времени у наших Ребят Есть Но за эти Короткие промежутки Они должны Максимально Раскрыться Максимально Показать Свой потенциал И принести пользу Команде Родери Кодом Эйрбол Чуть-чуть не рассчитал Он сил Он много сил Потратил Пытаясь Позицию Занять Ертас Джакс Илыков Комментирую Тоже Спасибо Ертас Большое За добрые слова Тоже в прошлом Баскетболист Студенческой Лиги И я Разделяю его мнение Что очень Большую работу Проделал наш капитан Рустам Ергали Потому что у него Была очень серьезная Травма Понадобилась Целая серия Операции Чтобы Он смог Начать Процесс Восстановления Несмотря на все это Он нашел в себе силы Полтора года Этот весь процесс У него Занял И он вернулся И сейчас играет Очень Прилично И очень хорошо Конечно же Очень Нелегко Ему В матчах Единой лиги Втб Втб Но он Старается Всегда Выкладывается На 100% И пытается Свои моменты Своё игровое время Реализовать И принести Максимальную пользу Своей командой Конечно За это Ему огромное Спасибо Вот Сейчас Денис Дегтярев Денис Перешел Как раз Из команды Каспий В прошлом Сезоне Денис Очень хороший Сезон Там провел Очень хорошо Выступал Обратил на себя Внимание И менеджмент Команды Астана Принял решение Его В команду Пригласить Денис Им Импонирует Конечно Своим Трудолюбием Он очень Трудолюбивый Игрок Который Не боится Любит черновую Работу И очень Много Пользы Он приносит В тренировочном Процессе Потому что Он всегда Играет Работает На 100% И это очень важно Когда идет Тренировочный Процесс Чтобы были Такие игроки Которые Для которых Нет разницы Это тренировка Либо игра Они всегда готовы Они всегда готовы Работать На 100% Рода Рикодом Не ожидал Такого прессинга Но ничего Красиво вышла Ситуация Денис Дегтярев И Ан Миллер Я думаю Ян Миллер Никуда торопиться Не будет Постарается Сыграть Пикинг Ролл С Антоном Пройти до конца Либо скинуть Антону Так и получилось И думаю Антон Нужно обыгрывать Хороший здесь Двойной отбор Который Для Антона Был Немножко Неожиданным Но Молодцы Команда Каспи Вот Этот защитный Прием Они Предприняли Вовремя Оказывают Себя Очень Неплохо Но Есть Проблемы В защите Которые Необходимо Решать Как можно Быстрее У нас Перерыв И дорогие Друзья Прошу Вас Далеко Не отходить После Большого Перерыва Мы вернемся И Все Интересно У нас Впереди Продолжение следует Дорогие Друзья Дорогие Любители Казахстанского Баскетбола Мы Возвращаемся На паркет Велотрека СРРК У нас Матч Национальной Лиги Республики Казахстан Между командами Каспий Из города Актау Команда Играет В темной Форме И Наша Команда Астана Традиционно В желтой Форме Очень Много Хороших Комментариев Положительность Спасибо Дорогие Друзья Что Хорошо Отзываетесь О нашей Трансляции О комментарии Это очень Приятно Был хороший Вопрос Каспий Есть ли шансы У Каспия Побороться Я считаю Что У любой Команды Есть шансы И Очень Хорошо Продемонстрировали Это Барси Затеррау Каспий 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 Видно Невооруженным Глазом Любому Человеку Который Разбирается В баскетболе Что Наша команда Плохо Использует Свои силы Сильные стороны Это Игра Больших Ребят Дмитрий Гаврилов Антон Пономарев Родери Кодом Заигрывать Их Под кольцом Нужно Как можно Чаще Есть У нас Такой Грех Когда мы Пытаемся Все решить Очень быстро С трехочковой Дистанцией С Проходом Хотя Мое Личное Мнение Что нужно Заигрывать Наших Ребят Которые Имеют И преимущество И в росте И преимущество В таких Взаимодействиях Как Поп-аут Антон Может Хорошо играть Вот Тоже Сейчас Неплохо было сделано Под свободный бросок Ян Миллер Открылся Три очка Заработал 52-41 Должен быть счет Чуть-чуть Табло У нас сегодня Зависает Кажется Не видно Нам Вот 52-41 Все-таки Это было Три очка Сергей Казанцев Центровой Ветеран Казахстанского Баскетбола Очень много Сезонов Сергей Казанцев Уже проводит Национальной Лиге Республики Казахстан Являясь Одним из самых Сильных Центровых Все-таки Обладает он Высоким ростом Его рост 2 метра 10 сантиметров 2 метра 14 сантиметров Боюсь ошибиться Точно Играл он Очень во многих Командах Хорошо он Начал свою Карьеру В Кустанайском Таболе Продолжил ее Достаточно На высоком уровне Барса Хатерао Вот сейчас Играет в Каспий Полезный игрок Который понимает Баскетбол Который владеет Полукрюком Владеет неплохим Броском Со штрафной Линии Со штрафной Дистанции Он может реализовать И в защите Благодаря своему Высокому росту Накрывает Много бросков Антон Пономарев Нелегкий был бросок С отвалом Роман Марчук С мячом От Романа Марчука Ожидают Конечно Хорошей игры Болельщики Каспия Пока не все У него получается Но наверное Ему нужно время Подаптироваться Время адаптироваться К новой роли Он играет Достаточно много Времени И это Нелегко Для молодого игрока Перестроиться После того Как он был Достаточно Ролевым игроком В команде Алматы Сейчас он Все от него Ждут Лидерской игры Вот Сергей Казанцев Пробует забить Со средней дистанции Видите он Он владеет Этим броском Есть у него Этот бросок Со средней линии Хотя сейчас Он не забил Ян Миллер Использует Заслон Антона Пономарева Молодец Наш капитан Молодец Рустам Ергали Большую работу Он проделал Чтобы перехватить Этот Мяч Сорвать Быстрый отрыв Команды Каспий Антон Пономарев Заигрывает Родерика Одема Ну здесь Очень сложно Конечно Родерика Одема Остановить Когда ему Отдают Лицевую линию Он обладает Очень Хорошими Физическими Данными Даже для лиги ВТБ Крепкие У него Тело Широкие плечи Хороший прыжок Так что Если отдавать ему Так лицевую линию Безусловно Он будет наказывать Сейчас К сожалению Штрафной бросок Есть у него Проблема в реализации Штрафного броска Хотя Он обладает Неплохим И дальним И средним броском Но есть Нестабильность Роман Марчук Виталий Лапченко Хотел заиграть Сергея Казанцева Не получилось Не заметен сегодня Дмитрий Гаврилов Будем надеяться Что Раскроется Он во всей красе Все-таки Потенциал у него Очень хороший Вот сейчас Наглядно Наша команда Показала Насколько Большое преимущество У нашей передней линии Антон Пономарев И Дмитрий Гаврилов Там перекрыли Весь кислород Владимиру Формозонову Не было у него Никаких там Шансов забить И Иоанн Миллер Очень легко Обыгрывает Иоанн Миллер Американский Атакующий защитник Родом из Шарлот Который поиграл В Италии И сейчас Он показывает Очень хороший Баскетбол В Астане И обращает Конечно Внимание на себя Скаутов Единой лиги ВТБ Если Он чувствует Игру Если у него Игра идет Он может Очень много Очков Заработать Потому что У него Хороший бросок Он хорошо читает Игру Есть у него И прыжок С проходом Так что Я думаю Что за ним Большое будущее Если он Будет хотеть Прогрессировать Если у него Будет большая Мотивация играть Вот сейчас К примеру В защите Он совсем Не активно играл Шейм Куанов Легкий Забил Три очка Антон Пономарев Немножко Торопимся Мы Вот эти броски Поспешные Они не на руку Нам Хочется Все таки Увидеть Комбинационную Игру От нашей команды Более Такую Логичную Игру С хорошим Рисунком Где используются Сильные стороны А не Где используется Рисунок Игры команды Каспий Которая Очень много Атакует Сразу Вот сейчас Опять Нет никакой Необходимости Спешить Но мы Пытаемся И пытаемся Забить С дальней Дистанции Я думаю Что нужно Немножко Потерпеть Тут Очень Сильно Было Похоже На пробежку Но Виталий Лапченко Забил Этот мяч Молодец Сократил Разницу В счете И сократил Ее всего До 7 очков Молодец 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 Рустам Мурзагалиев пытается организовать какую-то комбинационную игру. Неплохо сейчас было сыграно. Особенно радует как капитан Рустам Ерголи уверенно пошел в проход и остановился и совершил средний бросок. Это хорошее умение баскетболиста делать такие движения, когда он вроде бы идет на полной скорости в проходе, быстро останавливается и делает средний бросок. Вот опять Рустам Ерголи делает перехват и ускоряется. Конечно, здесь недоволен тренер. Пытается объяснить, что там задерживали его игрока под кольцом, но в суде виднее. А, все-таки здесь умышленный фолт дали. И наш капитан Рустам Ерголи отправляется на линии штрафного броска и будет пробивать два штрафных броска. К сожалению, первый не точен. Второй точен. Счет становится 57-48. 9 очков разница. Играть чуть меньше 5 минут в третьей четверти. Счет 57-48. Дорогие зрители, если у вас есть вопросы, вы всегда можете их задавать здесь, в чате. Мы ждем ваши вопросы, мы готовы на них ответить. Есть мнение, что тем самым трансляция станет более интересной. Так что мы рады любому вашему вопросу. Не стесняйтесь. Если у вас есть пожелания, если у вас есть вопросы, если у вас есть какой-то комментарий, всегда рады. Иоанн Миллер мажет. Саша Жигулин подбирает мяч в нападении, получает его. Очень хорошо сыграли Саша Жигулин и Иоанн Миллер. Радует игра Саши Жигулина. Он кажется, что лучше начал понимать свою роль. Лучше справляться со своими обязанностями. Он более стабильно играет в нападении. Не так авантюрно действует в защите. Штрафной бросок. Немножко наладился у него. Посмотрим, как он пробьет эти два штрафных. Первый забил. Второй штрафной бросок сейчас. Забил оба штрафных. Очень интересный вопрос. Какой ресурс или группа в социальной сети наиболее подробно освещает баскетбол в Казахстане? Я думаю, что такой единой группы нет. Очень хорошая группа есть хозяин улиц, но она освещает уличный баскетбол Казахстана. Если говорить о казахстанском баскетболе, есть группа федерации баскетбола. А также есть социальные страницы разных клубов, где можно искать различную информацию. Но такой страницы, которая занимается всеми событиями, которые происходят в казахстанском баскетболе, к сожалению, нет. Так что нужно следить на сайтах и также на социальных страницах всех клубов. Если вы болеете, к примеру, за ПБК Астана, вам намного легче, потому что очень много социальных сетей задействует наш клуб. Очень живая страница Инстаграма. Обновили мы дизайн сайта. Также, дорогие зрители, вы можете отзывы написать, как вам новый сайт. Есть группы и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Если у вас, к примеру, есть интерес, сила, энергия сделать единую страницу в том же самом ВКонтакте, я думаю, что это было бы очень интересно. Следующий вопрос. Ведется ли работа по поводу трансляции баскетбольных матчей национальной лиги на национальном телевидении? Такой опыт уже был. Тем временем обидно теряет мяч Вадим Щербак. Такой опыт уже был. Первый сезон, первый-второй сезон баскетбольного клуба Астана. Трансляции проводились. Сейчас это немножко сложнее сделать, потому что у нас есть только один спортивный канал, Каспорт. И очень сложно у них с оборудованием, потому что очень много мероприятий спортивных проводится. У них в приоритете, конечно, международные соревнования, такие как КХЛ, ВТБ, Единая Лига. Будем надеяться. Все зависит от того, насколько популярна нацлига, насколько много болельщиков приходит на нее. Чем больше болельщиков, тем больше, я думаю, чем больше, я думаю, шансов увидеть матчи нацлиги на национальном телевидении. На канале Каспорт. Очевидно же, что вряд ли эти матчи покажет Хабар или какие-то другие каналы. А Каспорт, конечно, есть такая перспектива, но, опять же, это соревнование должно собирать много людей, это соревнование должно быть популярно. Я думаю, что пока на данный момент не может нацлига конкурировать с той же Единой Лигой ВТБ. По освещаемости, по уровню игроков, по уровню самого команд, которые участвуют там. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вопрос опять Ярослав. Это, наверное, меня зовут Николай Михальчук. Для вас специально отраслятся в виду. Но, если вам интересна судьба Джерри Джонсона, безусловно, Джерри Джонсон – это легенда нашей команды. Он провел пять сезонов и пять очень хороших, красивых сезонов в составе нашей команды. Сейчас Джерри играет в Турции и очень неплохо выступает. Кстати, его одноклубником вот здесь классно играет Мурзагалиев и Жигулин. Хорошая передача от Рустама и Александр Жигулин забивает средний мяч. Радует сегодня Александр Жигулин своей игрой. Я продолжу мнение, что Джерри выступает в Турции. Также его команда выступает в Кубке ФИБО Европы. Вместе с Джерри играет в одной команде Кенни Хейс. Тоже в прошлом сезоне Кенни Хейс играл за нашу команду. Он очень хороший взрывной атакующий защитник. Джерри рад, что у него есть возможность продолжать карьеру. К сожалению, он очень сильно скучает, что у него не было возможности продолжить карьеру в Астане. Он постоянно на связи с нашим клубом. Он благодарен всем болельщикам, кто переживал за него, пока он был в Астане. И есть у него надежда вернуться в наш клуб, может быть, в следующем сезоне. Вопрос еще один к нам поступил. Что сейчас с командой, которая несколько лет назад выступала в Суперлиге России? По-моему, это легион из города Алматы. Вы абсолютно правы. Легион два сезона назад выступал в Суперлиге России. К сожалению, выступал крайне неудачный. Мало там совсем у них побед было. Я могу ошибиться, но не больше пяти побед это точно. Сейчас эта команда существует, причем собраны в ней очень хорошие, перспективные молодые игроки. Но по каким-то причинам, для меня неизвестным, я не буду вам врать, к сожалению, эта команда не выступает в Национальной Лиге. Очень бы сильно хотелось эту команду увидеть в Национальной Лиге. И как вы знаете, что в Национальной Лиге последняя команда, всего три команды в Национальной Лиге, и четвертая команда, когда будет разыгрываться плей-офф, либо финал четырех, она выйдет из Высшей Лиги Казахстана. Так что я думаю, что у команды Легион есть шансы из Алматы выйти и попробовать свои силы с командами Национальной Лиги. Но опять же, у них там очень сильная конкуренция. Это, безусловно, команда Копчегаи, это команда Шимкент, это команда Табол. Эти все команды четыре. Легион, Табол. Казыгур, Шимкент и Копчегай. Они по силам очень равны. Каждый матч у них ожесточенная борьба и разница в счете минимальная. У нас тоже очень интересная игра. Контроль, конечно, принадлежит нашим ребятам. ПБК Астана. Но Каспий набирает очки. Каспий показывает зубы. Приятно, что лидеры Каспия себя комфортно чувствуют. Как я уже говорил, очень важно хорошее выступление казахстанских игроков не только нашего клуба, но и других команд, потому что они составят костяк потом национальной сборной Казахстана. Тем временем он рода рекордом забил очень хороший средний мяч. Шимкент и Куанов не получилась у нас. Передача. Вопрос, какие проблемы возникли между сезонами. Шли слухи об уходе из лиги ВТБ даже на уровне официальной информации. Но, к счастью, Астана осталась. Да, безусловно, сезон был крайне неудачный прошлый. Очень много было негативной прессы. И сложно спонсорам какое-то принять решение, когда команда, в которую вложено очень много средств и сил, не показывает того баскетбола, на который менеджмент команды надеется. К счастью, удалось Валерию Тихоненко, генеральному менеджеру команды и многим другим баскетбольным энтузиастам объяснить, что в спорте невозможно, без неудач очень сложно. И крайне неудачный сезон. Его можно забыть и можно выступать удачно. Очень приятно, что эти слова послушали и команду не закрыли, потому что потерять такую команду – это большая беда для казахстанского баскетбола. И уже в этом сезоне дела наладились. Команда выступает хорошо, радует болельщиков. В национальной лиге ни одного поражения. ВТБ уже 6 побед. Все позитивно. На играх ВТБ количество болельщиков растет. Игры национальной лиги не так уж и много болельщиков, но есть онлайн-трансляции. Это очень радует. И радует, что команда сохранена. Есть болельщики, которые переживают за ее судьбу. Есть люди неравнодушные, вот как вы. Сейчас Азим Ягодкин несвойственные ему промахи совершил. И Денис Дегтярев попробовал свои силы с дальней дистанции, но не точен. Счет после третьей четверти 65-51 в пользу ПБК «Астана». У нас был еще один вопрос. И один комментарий. Почему у нас играют три команды, к примеру, в чемпионате Филиппин 12? Неужели такая разница в финансировании? И почему нельзя сделать чемпионат Казахстана без вноса? Думаю, это увеличило число команд. Безусловно, три команды в Национальной лиге – это огромная проблема для всех нас, людей, кто работает в баскетболе, кто переживает за казахстанский баскетбол. Мне сложно судить о проблемах финансирования, потому что я не знаю их. Я не знаком с цифрами. Но, видимо, они есть. Очень неприятно, что у наших команд и у руководства наших баскетбольных команд нет, видимо, рычагов, когда они могли бы стремиться играть в Национальной лиге вместо Высшей лиги. То же самое Табола, Алмата – это яркие примеры. Все-таки это те города, где много болельщиков, много людей, которые переживают. Все-таки нужно им играть в Национальной лиге. Но это уровень выше. Я думаю, что и для молодых казахстанских игроков опыт выступления в Национальной лиге он полезнее. Что говорить о Филиппинах? Да не только Филиппины, очень много стран, где есть полноценные чемпионаты больше 10 команд. Это нормальная практика. Насчет чемпионата без вноса, я думаю, что это нереалистично, потому что все равно взнос необходим. Внос – это как гарантия того, что у клуба есть какие-то финансы, что они готовы платить своим игрокам. Они понимают, что игры обслуживают определенные бригады, есть судьи, есть федерация, которая ответственна за проведение чемпионата. У них есть свой офис. Это все должно содержаться. Я не думаю, что если без взносов будет больше команд, но невозможно так же сделать в чемпионат Казахстана привлечь любительские команды. Это тоже будет немножко несерьезно. Я думаю, что взнос должен быть, должен быть какой-то адекватный взнос. И опять же, на местах должна быть работа, чтобы у нас росло количество команд, потому что у нас очень много городов больших, где много людей, где потенциально могут быть баскетболисты. Молодец наш капитан. Рустам Ергали открывает четвертую четверть точным трехочковым броском, увеличивая разы в счете до 17 очков. Я считаю, что такие города, как Караганда, Павлодарус, Каменогорск, Петропавловск, это все города, где, мне кажется, потенциально должны быть команды национальной лиги. И я желаю, чтобы руководство, спортивное руководство этих больших казахстанских городов задумалось. Ну, нужно это. Это нужно для развития. Без этого очень сложно. Не имея полноценной баскетбольной лиги, где есть полноценное количество участников, хотя бы шесть, хотя бы восемь, ждать результата от национальной сборной крайне сложно. Потеря сейчас не успевает команда Каспий вовремя завершить свою атаку. Очень интересный комментарий был. Зачем столько бегать вокруг да около и потом в концовке кидать, если можно сразу кидать, толку бегать. Очень интересный комментарий. Интересное мнение. Ну, я думаю, что все-таки профессиональные баскетболисты, наверное, хорошо отдают себе отчет, когда им нужно бросать и когда им нужно бегать. И я все-таки доверяю их принятию решений. И чтобы бегать и сразу бросать и попадать, это очень нужно иметь большое мастерство, поверьте мне. Вопрос насчет баскетбольной академии. Будет ли баскетбольная академия до 15-летних ребят? Я думаю, что в будущем конечно этот вопрос мы будем поднимать и будем работать. Спасибо, что вы оставили свой комментарий. Дойдет это до руководства академии пока в приоритете возраст помоложе. 10, 11, 12 лет. Есть ли предпосылки к созданию лиги аналога американской лиги НСС или колледжей? Предпосылки крайне малы, потому что все идет от финансирования, от заинтересованности самих университетов, от наличия университетов спортивных баз. Сейчас всего этого нет. Нет даже тренерского персонала в университетах, которые могли бы поднять студентов и сделать из я не знаю, 15 студентов коллектив похожий на баскетбольную команду. Сейчас этого всего нет. И главное нет людей, кто мог бы этим заниматься. Кстати, вопрос был о кадрах. Есть ли у нас менеджмент, скаутинг, обслуживающий персонал, приглашаете, сами обучаете или держитесь на старой школе? Старой школы как таково нет. Есть специалисты баскетбольные, их не так много, потому что не так много команд, где бы они могли себя реализовывать. В этом самый вопрос. Как только появляется рынок, появляются специалисты. Если рынка нет, к сожалению, специалист не может появиться, потому что ему нет места для работы. Вот это основной вопрос. Пока у нас не будет команд, пока у нас не будет, вот как вы сказали, студенческой какой-то лиги, где тренер баскетбольный будет получать определенную зарплату, будет получать определенные часы за свою работу, где он будет видеть перспективу своей работы, где он будет участвовать в турнире, о котором кто-то знает и переживает. Тогда, конечно, он может себе позволить и пригласить ассистента, скаута. Что-то будет развиваться, а пока этого нет, очень сложно. Но кто сейчас пойдет баскетбольным скаутом, если всего три команды, которые в них нуждаются. И то у них нет необходимого бюджета, чтобы содержать достаточно обширный штаб спортивных профессионалов. Тем самым, спасибо вам огромное за очень интересные вопросы. Очень рады, что вы следите за нами. Мы вернемся на баскетбольную площадку, потому что неплохой матч. 14 очков разрыв. Астана 68, Каспий 54. Сегодня Каспий показал неплохой баскетбол и продолжает играть неплохо. Но все-таки, как я говорил, уровень баскетболистов ПБК Астана намного выше. Вот сейчас в быстром отрыве Ян Миллер и Рустам Мурзагалиев легко на двоих организовали два очка. Немножко авантюрно сейчас действовал Денис Дегтярев, но благо промазал игрок команды Каспий. Рустам Мурзагалиев начинает атаку своей команды. Хорошая передача на Миллера. Миллер не точен. У него немножко сегодня проблема с энергией. Нет необходимой энергии. Как-то тяжело он идет в игру. Денис Дегтярев очень красиво сейчас пытался накрыть соперника, но к сожалению опоздал. Этот мяч будет засчитан. Вопрос, что будет, если детям, которым сейчас 14, они запишутся в Академию. Через год им исполнится 15, они могут остаться в Академии. Это очень хороший вопрос. Я думаю, конечно, мы будем развивать Академию, мы будем на базе Академии комплектовать какие-то команды баскетбольные. Сейчас очень рано говорить, но мы не можем бросить своих воспитанников. Если человек год уже пробыл в Академии, конечно, какой-то выход мы придумаем. Спасибо большое, что вы переживаете за Академию. Если у вас есть вопрос, если у вас есть желание, завтра в 16.00 в спортивном зале Назарбаевского университета состоится презентация. Там будет состав команды, все игроки. Приходите, посмотрите, записывайтесь, посмотрите на зал, как все это функционирует. Я считаю, что это будет очень интересно. Хорошо сейчас обыгрывает и полу-крюком бросает Сергей Казанцев. не удается ему забить. Иоанн Миллер с мячом что-то он пытается там изобразить. Хорошая передача была на Дмитрия Гаврилова, но там Дмитрию нужно было немножко агрессивнее действовать. очень сложный мяч придумал. Надо было все-таки наверное правой рукой попробовать спокойно общить его реализовать. Спрашивают, почему мой друг Айбек Джаков сидит, а не играет. Ну, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, потому что это решение тренера. И вы должны понимать, что тренеру виднее, не каждый игрок может получить заветное игровое время, но расстраиваться не надо, нужно играть на тренировках, зарабатывать уважение тренера, доверие тренера и все получится. Так что вашему другу я желаю только удачи и прогресса. И вот очень интересный комментарий у Анзора, с таким регламентом увеличивается интерес к высшей лиге. Стимул выиграть вышку и пробовать свои силы в нацлиге. А вот стимул играть регулярку в нацлиге я не вижу, к моему сожалению, за трансляцию респект. Анзор, я немножко не соглашусь, потому что во всем мире и в развитом баскетбольном мире любая команда стремится в первый дивизион. Взять Италию второй дивизион, любая команда, кто там выступает, они хотят попасть в первую дивизион. И много очень команд, которые стремятся всеми силами и второго дивизиона выйти в первый, потому что это престижно, увеличивается финансирование. У игроков есть мотивация то же самое показать себя в первом дивизионе, в первой лиге. у нас к сожалению ну непонятно другая ищут выгоду какую-то там финансовую или что-то выиграть в высшей лиге. Но мне кажется нужно искать всегда спортивный интерес. Я считаю, это мое мнение и командам из больших мегаполисов тоже Алмата. Но приятно будет алматинскому болельщику увидеть, когда к ним приедет Астана, когда к ним приедет Каспи, когда к ним приедет Атерао, а не когда на туре к ним приедут команды, которые ниже уровня. Но если брать высшую лигу, она к сожалению ниже уровня. И это объективная оценка. Я все-таки думаю, что нужно исходить из этого, а не из определенного регламента. Потому что опять же регламент составляется федерация, он утверждается на государственном уровне. И все организации, которые финансируют Акимат, Департамент спорта, они конкретно знают, какой нужно в бюджет вносить взнос. И я не думаю, что какая-то проблема внести соответствующий взнос, чтобы ребята получали возможность играть в национальной лиге, а зрители получили возможность увидеть хорошие команды, хороший уровень баскетбола. Это лично мое мнение опять же. И я думаю, что в словах Анзора тоже есть какой-то объективный взгляд на вещи. сколько сегодня в этом сезоне команд высшей лиги, к сожалению, я точно информации не располагаю. Я думаю, что около восьми наверное команд. Извините, я точно не могу сказать. Вот как раз вопрос, где команда Тайгерс-Астанат. Команда Тайгерс-Астанат как раз выступает в высшей лиге. И тоже хорошие комментарии. Вопрос в будущем будут ли дети участвовать в молодежной лиге ВТБ. безусловно, если они будут соответствовать уровню молодежной лиги ВТБ, то, конечно, но опять же это нужно много времени, чтобы ребята, которым сейчас 12 лет, 11, они стали профессионалами. Это больше 7 лет потребуется. Насчет входа. Вход бесплатный на игры. К сожалению, на играх ВТБ камера так показывает хороший очень проход. Антон Пономарев и классно. Антон бьет сверху. Великолепная великолепный момент и Антон большой молодец. Не постеснялся он, не стал размениваться на непонятные лаяпы и классно забил сверху. Если говорить о посещаемости, не захватывает камера всех зрителей. На прошлой игре с Нижним Новгородом было около 1000 человек, но они с другой стороны от камеры сидят вдоль паркета. Я думаю, что 1000, полторы, две тысячи это очень приличные данные. Потому что в Единой Лиге ВТБ тоже не везде собираются полные залы. Крайне редко можно увидеть полный зал. В Наслиге есть проблема, что люди не так сильно любят ходить на Наслигу, но есть тоже на своих болельщиках. Опять же не видно, может быть, человек 50. Также здесь присутствуют болельщики Каспия. Очень я рад, что есть возможность, чтобы вы увидели онлайн трансляцию. И мы очень ценим, что вам интересен казахстанский баскетбол. И если есть возможность, конечно же, приходите, смотрите матчи, очень интересные матчи. Есть борьба, есть красивые моменты, которые Антон Пономарев нам подарил, данг. Это очень красивый, классный момент. насчет женской высшей лиги меня спрашивают. К сожалению, у меня нет возможности смотреть эти игры. Очень много игр у моей команды, где я работаю, моя любимая команда президентского баскетбольного клуба Астана. Я все игры этой команды смотрю, для вас специально комментирую, к сожалению, другие игры. даже очень мне нравится NBA, NCAA, но нет возможности даже их посмотреть. Вопрос Казахстан играет в Азии, переведите команды в Европу и будет им счастье, но это сделать невозможно, потому что мы относимся к ФИБА Азии и переход в Европу нам абсолютно ничего не даст, потому что мы объективно слабы, если брать европейский уровень, потому что в Европе два дивизиона, и если взять дивизион B, там очень сильные команды играют, второй дивизион. И сейчас для нас и для клуба это тоже ничего не даст, потому что и так команда Астана играет в ВТБ Лиге, играла в Евро Челленджи, там очень высокий уровень и очень сложное дорогое путешествие, так что вариант оставаться ФИБА он самый надежный, самый правильный. Насчет сравнивать с футболом я, к сожалению, не могу такие параллели провести, потому что у нас нет таких команд, у нас только одна Астана, которая конкурентно способна на международной арене, тот же самый Барса выступает сейчас в Балтийской Лиге, это соревнование не такого уровня, как ВТБ, к сожалению, неудачно там ребята выступают. И матч закончился у нас, огромное спасибо, что вы были сегодня с нами, вы посмотрели игру своих любимых игроков, счет 77-59 в пользу ПБК Астана, мы ждем вас завтра в это же время, 19.00, спасибо огромное, что были сегодня с нами, а с вами был Николай Михальчук, менеджер по международным вопросам ПБК Астана, спасибо за внимание. Астана, ПБК ПБК